Добрый день, друзья! Мы начинаем очередной Солидарити Токс. Сегодня у нас очень сложная, очень глубокая и очень важная для сотен, а может быть, для тысяч людей тема — гражданские заложники Кремля — как помочь похищенным в Украине людям. Я благодарю всех, кто пришел сегодня для этого серьезного экспертного разговора. Дело в том, что буквально вот сейчас на этой неделе произойдет несколько важных событий для людей, которые были похищены на оккупированных территориях Украины и находятся либо на этих же территориях, местах несвободы, либо в Российской Федерации, либо в аннексированном Крыму. Центр гражданских свобод буквально завтра в украинском кризисном медиа-центре представит интерактивную карту о похищенных украинцах, и мы завершим подготовку аналитического доклада о местах принудительного содержания в России и в аннексированном Крыму, в которых содержат граждан Украины. Мы все это делаем, в том числе наш сегодняшний разговор, не для того, чтобы что-то просто сделать. Мы это делаем для того, чтобы создать основания для усиления активизации работы по защите прав людей, которые были похищены в Украине в ходе российской агрессии. Мы будем сегодня говорить о людях, которые не воевали. Они не являются военнопленными с точки зрения норм международного гуманитарного права. Это гражданские украинцы, мужчины, женщины, дети, представители разных профессий. Согласно тому анализу, который мы провели в Центре гражданских свобод. Примерно четверть всех похищенных – это депутаты местного уровня или сотрудники исполнительных органов муниципалитетов. Еще около четверти – это волонтеры, то есть те люди, которые нигде не служа помогали другим, привозили еду, воду, пытались эвакуировать. Среди похищенных есть журналисты, есть бывшие военнослужащие, полицейские. Но в любом случае их объединяет то, что они не принимали участие в боевых действиях. Эти люди были задержаны главным образом у них дома, то есть к ним приходили, искали именно их. Это примерно 50% всех случаев, которые есть в нашей базе. В 20% случаев этих людей забирали с места работы. Чуть больший процент – это те, кого задерживали на улицах во время проверок. И порядка 7% – это те, кто прошел через так называемые фильтрационные пункты. Этих людей объединяет не только то, что они не воевали. Этих людей объединяет полная неопределенность их правового статуса для российских властей. Сегодня их родственники получают только очень скупые уведомления через Красный Крест о том, что этот человек жив, и он находится в определенной исправительной колонии или следственном изоляторе в России. Но официальные органы власти России, например, военная полиция, заявляют, что все они задержаны за, тут я цитирую дальше, противодействие специальной военной операции. То есть используется та же формула, которую они используют по отношению к украинским военнопленным. И тут возникает очень серьезная правовая проблема. Этих людей российские власти рассматривают как военнопленных. Они прямо пишут, что эти люди содержатся в соответствии с нормами Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И это преступление. Эти гражданские люди должны быть отпущены сразу после того, как исчезла военная необходимость в их задержании. Такой необходимости в действительности и не было. Их задержание уже является военным преступлением. Но даже если подходить к этому с точки зрения самых жестких статей Женевской конвенции, миновала военная необходимость. В Киевской области нет российских войск. Их нет, к счастью, в Сумской, Черниговской области. Их нет уже со вчерашнего дня в Харьковской области. Абсолютно. Российских войск нет и не ведутся боевые действия в большинстве громад Запорожской области. Поэтому люди, которые там были похищены, уже должны быть освобождены. Я имею в виду гражданских заложников. Мы столкнулись с грубым нарушением норм международного права со стороны России. И нам необходимо планировать целую систему действий для того, чтобы освободить этих людей, для того, чтобы они вернулись домой. А до того, как они будут освобождены, нам нужно сосредоточить все возможные усилия на том, чтобы их права были защищены. Мы получаем, правда, очень скупую информацию, но тем не менее, нас информируют люди, которые освободились из этих следственных изоляторов, о пытках, например, об избиениях во время допросов, об издевательствах. Например, этих людей заставляют исполнять гимны Российской Федерации и другие российские песни о том, что с началом холодного сезона они оказались без теплой одежды, поскольку многих задерживали летом. То есть мы столкнулись с огромным количеством проблем, включая отсутствие коммуникации с этими людьми. Они отправили очень скупые буквально несколько слов записки своим родным еще в апреле, но только в конце июля эти послания были переданы через Красный Крест. То есть я здесь вижу еще и серьезную проблему в работе наших партнеров из Красного Креста. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить вот этот очень сложный комплекс проблем. Нашим первым спикером и сегодня главным спикером будет Юлия Полехина, юрист правозащитной группы СИЧ Украина. После ее выступления мы перейдем к свободной дискуссии и затем подведем итоги. Я хочу напомнить о том, что Solidarity Talks – это прикладной формат. Мы не просто разговариваем, мы не просто обмениваемся информацией и мнениями. Мы формулируем предложение, что мы можем сделать. А сделать мы можем очень многое, особенно если выйти за наши стереотипные рамки. Мы можем вести акции прямого действия информационные в отношении российской системы власти. Мы можем направить послания каждому руководителю каждого учреждения режимного, где содержатся украинцы. Ну, то есть мы можем сделать много, но нам нужно продумать, что из этого будет наиболее эффективным. Для этого мы сегодня и собрались. И я с удовольствием передаю слово Юлии Полехиной. Пожалуйста, Юлия. Добрый день. Спасибо большое. Тема действительно у нас сегодня очень актуальная и сложная. Начну немного со статистики. Та, которая есть у меня, она на начало июля месяца. Мы проводим документирование правозащитной группы СИЧ в составе коалиции «Трибунал для Путина». Мы проводим документирование и вносим в базу данных все военные преступления, которые мы находим. И касательно задержаний. С первых же дней начала полномасштабного вторжения российских вооруженных сил мы начали наблюдать о том, что они прибегают к незаконным задержаниям, большая часть которых есть насильственная. И по состоянию на конец июля месяца в нашей базе данных «Трибунала для Путина» было задокументировано более 1600 пострадавших от исчезновений по всей территории Украины. Только в Харьковской области мы на данный момент, на данную дату зафиксировали 800 жертв. Кирсонская – 399, Луганская – 236, Запорожская – 136, остальные области – 54. По предварительной квалификации именно к насильственным исчезновениям мы отнесли 510 случаев, в том числе Харьковская область – это 77, Хирсонская – 268, Луганская – 26, Запорожская – 111. В остальных областях – 28. Ну, скажем так, за первые 120 дней полномасштабного вторжения количество предварительно квалифицированных насильственных исчезновений были примерно такие же, как и за 8 лет предыдущей стадии войны. Цифры колоссальные. Абсолютно согласна с Михаилом о том, что в основном задерживают у нас представители органов местного самоуправления, представители исполнительной власти, это и правозащитники, и журналисты, и активные граждане, которые принимали участие в митингах. И это и участники антитеррористической операции, потом операции объединенных сил, и члены их семей. И, как ни странно, бывшие сотрудники силовых структур. Это и представители службы безопасности, и национальной полиции. То есть есть определенный, скажем так, фильтр людей, которых задерживают. Но не по одиноким случаям задержания и людей по доносам. То есть по принципу мы задержим, и дальше что-нибудь придумаем, и будем разбираться уже как-нибудь. Хотела сказать, что самое главное право человека, которое не может быть нарушено даже во время войны, это все-таки право человека на жизнь. Есть ряд прав, которые закреплены Конституцией Украины, международными правовыми документами. В условиях войны также не может быть нарушено право на равенство, на уважение личной, достоинство личности, право на личную неприкосновенность, на справедливый суд, юридическую помощь и защиту. То есть это не означает, что человека могут абсолютно беспричинно забрать, удерживать в месте несвободы без предъявления ему каких-то обвинений, чтобы, собственно говоря, по нашим обращениям, по людям, по родственникам, которые к нам обращаются, собственно, так все и происходит. То есть это именно незаконные произвольные задержания. К сожалению, что в условиях войны практически беззащитно вот это основное право, право на жизнь. Мы наблюдаем и фиксируем убийства и телесные повреждения, похищения на захваченных территориях и принудительный вывоз, пытки, фильтрации, бесчеловечное обращение, изнасилование, другие формы насилия. То есть это прямое нарушение как права на жизнь, так и право на достоинство и на неприкосновенность. Конечно же, нарушаются и права человека на здравоохранение. Это практически невозможность доступа к медицине, так и причинение вреда здоровью вследствие травм. Мы прекрасно понимаем, что на оккупированных временных территориях возможности людям получить медицинскую помощь и необходимые препараты очень сложно. Гражданских людей на временно оккупированных территориях, как уже это мы понимаем, задерживают с целью так называемого, одна из цель, так называемого пополнения обменного фонда, то есть для дальнейшего обмена в качестве комбатантов на военнослужащих России. То, о чем говорил Михаил. Среди людей, которые к нам обращаются, известны случаи именно переодевания гражданских лиц в военную форму для того, чтобы сделать какую-то нужную картинку для пропагандистских российских СМИ. Есть ли у демократического мира осознание остроты проблемы? То, что у нас происходит по отношению к гражданским украинцам, которые находятся в неволе. Это достаточно дискуссионный вопрос. И готовясь, я могу сказать, что по практике личные истории задержанных, членов их семей в европейском информационном поле, в демократическом обществе вызывают достаточно большой резонанс, чем в украинском. Украинцев на сегодняшний день сегодня все-таки интересуют практические вопросы своей жизнедеятельности, и выживание в военное время. И чужие истории боли вызывают большего отклика у представителей демократического общества в европейских странах. Это то, что в принципе было такое наблюдение мое личное. Мы знаем, что многие европейцы вместе с украинскими гражданами выходят на акции для поддержки узников Кремля, гражданских заложников, а также задержанных военнослужащих. В первую очередь важна, конечно, широкая адвокационная кампания. Я абсолютно убеждена, что это должно происходить не только силами отдельных активных граждан, либо общественных организаций, и с привлечением все-таки лиц, которые у нас, скажем так, представители власти. Потому что любая акция может нести свой более глубинный смысл, если принимать участие будут как представители власти, так и сотрудники консульств, посольств. Конечно же, я не говорю сейчас о какой-то пиар-картинке. Возможно, не в качестве именно официальных лиц представителей, в качестве обыкновенных граждан Украины. Потому что я считаю, что это очень важно. И хочу сказать, что на сегодняшний момент, к сожалению, люди находятся в достаточно серьезном эмоциональном стрессе. И понять, куда можно обратиться, с какими вопросами можно обратиться, это достаточно сложно. Замечаю, что многие родственники задержанных гражданских заложников обращаются везде с одинаковыми просьбами. К сожалению, не изучая мандата организации, к сожалению, не изучая возможности, которые они могут предоставить данной организации. И в результате мы сталкиваемся с тем, что люди получают отказ, либо игнорирование обращения. То есть, в первую очередь, нужно, конечно, изучать мандат организации и, например, просить от Красного Креста представителей Международного комитета Красного Креста освободить гражданского заложника. Смысла никакого нет, потому что это не является мандатом данной организации. Ни для кого не секрет уже, что Кремль использует военные преступления как тактику ведения войны. И Российская Федерация, как и его руководители данной страны, избежали ответственности за военные преступления, как в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии. И руководители российского режима ни разу не были наказаны, что, собственно говоря, поощряло их к новым преступлениям. И касательно международных структур. Важным аспектом, считает генеральный секретарь ООН, является сбор фактов о установлении всех обстоятельств нарушения прав человека. Мы знаем, что Офисом Верховного комиссара по правам человека документируются последствия войны. И, собственно говоря, прекращение безнаказанности за международные преступления имеет основополагающее значение. А также мы знаем, что прокурор Международного уголовного суда инициировал расследование ситуации в Украине. И я абсолютно уверена, что ждать от рядовых европейцев, от организаций, участия, движения, каких-то действий бессмысленно. В тот момент, когда мы работаем в тандеме с представителями органов власти и проведение данных, адвокационных работ, каких-то действий по распространению информации, результат дают всегда более глобальный, более существенный. И инициатива и вовлеченность должна все-таки исходить от украинской стороны. И в зависимости от того, насколько она будет мощной и постоянной, и систематической, от этого и будет зависеть вовлеченность демократического общества, европейского сектора, для которых права человека, свобода, право на самоопределение, суверенность границ – это не пустой звук, как и полное понимание того, что Украина, когда развалился Советский Союз, сделала, собственно говоря, свой суверенный выбор, когда освободилась от советского тоталитаризма. И украинский народ подтвердил свой демократический выбор во время революции достоинства, когда вышел на массовые протесты, чтобы отстоять, и заплатил за это достаточно высокую цену. И когда безоружных людей расстреливали в самом центре города. И когда авторитарный режим ПА выпал, Россия оккупировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе, чтобы остановить Украину к ее пути по демократической трансформации. И я уверена, что европейское общество, демократическое общество прекрасно осознают это. В этой войне с Россией мы боремся за право иметь свой демократический выбор. И мы готовы продолжать бороться за право строить страну, в которой все-таки власть под учет на людям, суды независимы, а права каждого человека защищены. А полиция не бьет мирных демонстрантов. Поэтому избранный курс Украины в этом направлении не изменит. Ответ все-таки на вопрос, я думаю, что все-таки есть. И достаточно остро, и достаточно глубоко. Хотя, если смотреть с точки зрения родных задержанных, им, возможно, кажется, что никто ничего не делает, и никто не интересуется, и они находятся в каком-то информационном вакууме. Но я уверена, что мы можем делать больше. Я уверена, что мы можем привлекать больше организаций, больше писать писем, каких-то мероприятий организовать, выступать перед международными организациями. Это на самом деле действительно важно, по моему мнению. Поэтому ответ на вопрос мой такой, что да, вовлеченность действительно есть. Но насколько она будет постоянной и глубокой, это зависит только от нас. Спасибо. Спасибо, Юлия. Есть вопрос в чате, возможно, у вас есть информация от Михаила Акимова. Насколько часто в подобных случаях правоохранительные органы Украины открывают уголовное производство по статье 146.1 Криминального кодекса? Ну, это у нас есть исчезновение от 3 до 8, насколько я помню. Да, есть вопрос. На сегодняшний момент все, что связано с задержанием людей в период военного положения, открывается уголовное производство по другим статьям. По 146 статье открывается уголовное производство, если, например, гражданского либо военного задержали непредставителей оккупационной власти. К примеру, какие-то гражданские лица или еще кто-то. Поэтому на сегодняшний момент у нас открывается производство по статье Уголовного кодекса по нарушению правил ведения войны. Также открывается уголовное производство у нас по замах на убийство. Покушение. Это если, например, человек не выходит долгий промежуток времени на связь. Неважно, кто это, гражданские либо военнослужащие. Открывает по 115 статье. Также открывается 110 часть первая. Это по нарушению суверенных границ государства. В основном до внесения изменений в Уголовный кодекс у нас открывали уголовное производство по 146 статье. Все пленные, бывшие заложники, все военнопленные были открыты уголовные дела именно по 146 статье. После внесения изменений мы переквалифицировали статью, потому что она по субъекту, объекту преступления, она подходит на это более правильная квалификация. Поэтому на сегодня 146, ну по крайней мере по моим клиентам, мы не открываем. Я могу подтвердить, что сегодня, наверное, самая популярная статья Уголовного кодекса Украины, это 438, нарушение законов и правил войны. И вот в этой огромной статистике скрыта значительная часть преступлений, связанных с насильственным исчезновением. Это в случаях, когда людей похищали российские или пророссийские комбатанты. Вот эти прокси из так называемых ДНР и ЛНР. Это все, практически все это в 438 статье. И выделить там вот этот отдельный массив у меня пока не получилось. Коллеги, есть еще вопрос от Антона Хвостова. В каких регионах России наибольшее число арестованных украинцев? Я об этом скажу обязательно. Сделаю такой короткий обзор по местам принудительного содержания, где они находятся. А сейчас я хочу открыть свободную дискуссию. У нас есть уже поднятая рука Михаила Акимова. Все, кто хотел бы высказаться, пожалуйста, найдите внизу панели в иконке дополнительно иконку реакции. И там есть такой значок «Поднять руку». Если хотите выступить, поднимите эту виртуальную руку. А сейчас я передаю слово Михаилу Акимову. Пожалуйста. Добрый день всем участникам мероприятия. Хорошо ли меня слышно? Да. У меня в дополнение вопрос к Юлии Потехиной. Вы сказали, что в случаях, когда потерпевшего забирают с постоянного места проживания или места пребывания лица, одетые во что-то гражданское, тем не менее, все равно открывается уголовное производство по статье 438. Возникает вопрос, есть ли это лица, которые были одеты во что-то гражданское. Почему именно эта статья, если совершенно специфическим субъектом по ней должен быть прежде всего комбатант? Спасибо большое за вопрос. Статья 146 у нас звучит как незаконное лишение свободы или выкрады. Похищение. Похищение, да, похищение человека. То есть здесь данная статья 146, она в принципе используется, грубо говоря, если, например, человек гражданский шел в гражданском городе в любой момент и его выкрали, то 146 статья здесь используется. Если человек находится на временно оккупированной территории, кто бы его не выкрал в гражданской форме или в военной форме, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что данная квалификация, она вот это вот 438 по нарушению законов и правил войны, она подпадает конкретно под военное положение, конкретно под то, что, под те обстоятельства, при которых человека было задержано. Задержано. Если, например, гражданский человек находится в своем доме и вломились, например, люди в гражданской одежде, то есть там нет никаких шевронов, подтверждение того, что это есть военнослужащий, но он находится на оккупированной территории, временно оккупированной территории Украины, то все равно мы открываем производство по 438 статье. 146-я это общая, общая статья, по которой, ну вот, у меня был единственный случай, когда открыли по 146-й статье после 24 февраля, это люди возвращались с работы в Киевской области гражданские, это самое начало полноценного вторжения, вот, но мы потом его переквалифицировали, потому что мы нашли свидетелей того, что это все-таки совершили люди, представители оккупационной власти, оккупационного режима, то есть это тоже, это были люди действительно в гражданской машине, но тем не менее, у гражданской одежды, в гражданской машине, вот, и поэтому мы переквалифицировали дело, статью. Ну, сейчас по 146-й в рамках военного времени, если вот идет такое вот выкрадывание, похищение человека, не открывают уголовные производства. То есть определяющим фактором при квалификации содеянного выступает место совершения преступления, оккупированная территория. Место совершения преступления, совершенно верно. Например, если это не на временно оккупированной территории, ну, будем там, не знаю, ну, мой родной город Днепр, да, если человек исчез, мы не можем говорить о том, насколько это было насильственное преступление в плане именно нарушения правил и обычая войны. Потому что если человек, например, вышел в магазин за хлебом и исчез, и кто-то сказал, что его выкрали, да, вот кто-то там увидел, там, либо по камерам посмотрели, я не думаю, что будет квалификация 438-я. Спасибо, Юлия. Спасибо большое. И прежде чем передать слово Руслану, я отвечу на вопрос Антона, в каких регионах России наибольшее количество арестованных украинцев? Ну, я так смело сказал, отвечу на этот вопрос, никто точно ответить не сможет сейчас по двум причинам. Во-первых, мы действуем в условиях неполноты информации. Российские власти, начиная от руководителей конкретных СИЗО и заканчивая высшими должностными чинами, такими как министр обороны, начальник военной полиции, как правило, не отвечают на запросы о предоставлении информации. А второй момент, ситуация меняется. Ну, вот, например, мы знаем о 238 гражданских украинцах, которые находятся в местах несвободы в России. Это центр гражданских свобод, который работает вместе со своими партнерами в рамках гражданской инициативы Трибунал для Путина. Но мы понимаем, что мы знаем не всех. Это только те люди, где есть фамилия, имя, отчество, описание свидетелей или какая-то другая точная информация, что он был похищен российскими военными или разными прокси. И в настоящее время находится в местах несвободы. Таких людей в действительности больше. Еще один важный момент, почему по регионам такая раскладка численности всегда будет неполной. Есть транзитные регионы. Например, мы точно знаем, что Ростовская область используется в качестве такого транзитного региона. Граждане Украины сначала попадают туда. Это, например, исправительная колония в Зверево. Это, например, исправительная колония в Каменск-Шахтинском. Это следственный изолятор номер два в городе Таганроге, который полностью освобожден для украинцев. Люди попадают туда, а потом они переводятся в какие-то другие учреждения по всей территории России. Причем, подчеркну, украинцы не концентрируются в отдельных субъектах Российской Федерации. Ну, казалось бы, было логично держать граждан Украины в соседних областях. Там Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская. Нет. Мы фиксируем довольно много случаев, когда украинцы есть в Башкирии, в Челябинской области и в Красноярском крае. То есть, вот пока самая восточная точка – это Красноярский край, Минусинский и Енисейск. Почему так? Потому что российские власти при размещении гражданских украинцев исходят из критерия полного информационного вакуума. Вот этих людей размещают так, чтобы они не взаимодействовали с российскими заключенными или подследственными. Если в какой-то колонии есть отдельные локации, например, барак строгих условий содержания, ну, это такая маленькая зона внутри большой зоны, вот туда украинцам направляют. Там камерные условия содержания, люди не могут оттуда выходить, но может быть один час прогулка в течение дня и все. И они не взаимодействуют с другими заключенными, которые там находятся. Эти отдельные локации охраняют не сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, их охраняют сотрудники военной полиции. И для нас одним из признаков, как понять, что вот на этой зоне есть граждане Украины, является наличие там людей из военной полиции. Они всегда говорят, что никого здесь нет, мы тут просто рядом постояли, но на самом деле это надежный критерий, что какая-то локация, сектор, барак СУС, есть еще такая вещь, как помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, ПФРСИ. На территории колонии находится вот такая микротюрьма, и в них тоже очень часто размещают украинцы. Таким образом, российские власти распределяют граждан Украины практически по всей территории России, там, где есть вот эти отдельные локации, которые обеспечивают полный информационный вакуум. Почему? Да потому что этих людей прячут. И это является прямым военным нарушением. То есть их похитили, и государство, которое их похитило, не предоставляет никакой информации о них. Более того, оно скрывает информацию об этих людях. Так, я постарался ответить на вопрос и передаю слово Руслану. А остальные, кто хотел бы выступить, пожалуйста, поднимайте руки. Да, Руслан? Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да. Я хотел бы поблагодарить сначала Михаила Сава, который пригласил меня на эту платформу, и, естественно, Юлю за интересный доклад. Я не юрист, и поэтому, если мои вопросы будут звучать профонически, простите ради бога. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас очень четко объяснили, что фактически они находятся в положении военнопленных. Не юридически, но фактически. Я правильно вас понял? Да. А вот какова цель? Ну, задержание их задержали. Их спрятали, их держат. Какова цель? Их хотят вывезти на суд, чтобы дать им какие-то сроки по обвинению и так далее. Чего хочет Российская? Или это просто чисто политический покер? Юлия, пожалуйста. Ну, спасибо большое за вопрос. На самом деле мы над ним бьемся уже долгое время. Что, собственно говоря, хочет Российская Федерация от наших гражданских людей? Как я уже говорила, один из вариантов – это пополнение обменного фонда. Хотя, как мы видим по последним обменам, гражданских меняют не так много. Также, как вариант, это, возможно, какие-то показательные суды. Не знаю для чего. Я работаю с данной категорией граждан еще с 16-го года. То есть все были обмены, которые ребят, дебальцевы, военнослужащих, там меняли и военных, и гражданских. Потом 17-й год, в 19-м году был очень большой обмен, там поменяли очень много гражданских. И практически 99% гражданских людей, которые поменяли в 19-м году, они были, так называемо, осуждены судами ДНР. Вот этими вот мультяшными, квази-государственными республиками. Какой смысл провести суд, осудить человека за шпионаж на 25 лет и отдать его на обмен? У меня ответа нет. Как они себе представляют все это? Достаточно сложный вопрос вы задали. Зная ответ на этот вопрос, я думаю, мы могли бы более эффективно, возможно, действовать, да, как-то методами какой-то прямого действия. Но вот эти вот две основные причины, то, что изначально говорил Михаил по поводу того, что, как объясняет Российская Федерация, что, вроде бы как, то, что они мешают проведению так называемой специальной операции, вот, какими-то своими действиями. Я думаю, что вот варианта вот этих таких достаточно реальных два. То есть это пополнение обменного фонда и это какие-то показательные суды. Возможно, есть еще какие-то варианты, о которых нам неизвестно. Да, я могу еще дополнить несколькими гипотетическими вариантами. Я говорю предполагаемые варианты, да, потому что, знаете, вспомнил Савтыкова-Щедерина, Михаила Евграфовича, «История одного города», когда местный лекарь отказался лечить градоначальника, призванного из Санкт-Петербурга, объясняя это тем, что в современной науке особенности строения организмов градоначальников неизвестны до конца. Вот нам до конца неизвестны особенности мыслительных процессов этих людей. Но что можно предположить? Одна из причин – это давление на этих людей с тем, чтобы они перешли в разном формате на сторону Российской Федерации. Депутаты и чиновники местного уровня им были нужны для того, чтобы потом возвращать их на оккупированные территории в качестве таких микрогауляйтеров, кто соглашался, для участия в организации референдумов. Для этого сначала нужно, чтобы человек сломался и согласился. Близкий к этому вариант – это вариант использования таких вот украинцев для информационной картинки. И это делалось. Если отслеживать российские паблики, то для этого, например, использовались интервью с украинцами, которые находятся в тюрьмах Красноярского края. И еще один из вариантов – это тот вариант, который очень широко используется в самой России. В самом начале и я, и Юлия обратили ваше внимание на то, что задерживали социально-гражданских активных людей. Это те люди, которые, по мнению российских оккупационных администраций, могут стать такими ядрами сопротивления, вокруг которых могут организоваться другие люди. То есть нет человека – нет проблемы, как говорил еще господин Сталин. Но, подчеркиваю, это возможные версии, которые из них являются правильными, мы ответа получить не можем. Действия российских войскей просто непостижимы и с точки зрения логики, и с точки зрения международного права. Так, кто хотел бы еще выступить? Я могу, я прошу прощения, могу. Значит, я просто для себя сделаю такую выжимку. Получается, что в начале этих людей выкрадывали для того, чтобы пополнить список коллаборантов, предотвратить партизанское сопротивление. А сейчас наиболее возможная их цель, их содержание – это все-таки обменный фон. Что, в принципе, хорошо. Это хорошо, это дает перспективу. Михаил, я вам в личном сообщении задал вопрос. Я неправильно задал вопрос. Он был очень общим. А вот мировая практика современных войн, что показывает в таких случаях, что только единственное, что можно делать – это обмениваться, то есть торговаться, да, в данном случае? Нет. Практика современных войн, ну, если хотя бы одной стороной войны является государство демократическое, или просто государство, которое уважает международное гуманитарное право, такова, что таких гражданских, ну, изолируют только на очень короткое время. Если есть подозрения в том, что этот человек работает в пользу державы противника, их изолируют на очень короткое время и отпускают без всяких условий обменов, как только вот эта военная необходимость исчезнет, или как только выяснится, что эти люди ни при чем. Ну, такие случаи были в Ираке, такие случаи были в других локальных конфликтах, но вот то, что делает сейчас Российская Федерация, это очень далеко выходит за общепринятые рамки, за рамки того, что называется, ну, обычаем войны. Вот сложилось именно так. Это было закреплено в международном гуманитарном праве, Россия сейчас это радикально жестко нарушает. Спасибо большое. И последнее, простите, ради бога, я злоупотребляю ваше внимание. Вы сказали о том, что, к сожалению, люди, ну, в основном, включая меня, к слову сказать, безграмотны в международных юридических вопросах и не понимают понятия мандатов и так далее. Но у меня вопрос. Все-таки есть организация, которая конкретно занимается? Например, я взял вот у Аманусов Красный Крест вот с этой проблемой. Красный, понимаете, в чем проблема? Я с этим сталкивался, ко мне обращались. Вот они говорят, нет, это не наше дело. А можно повернуть ситуацию, да, это не наше дело, но вы должны обратиться туда-то, чтобы они переправили. То есть они показывали какой-то коридор. Вот в этом вопрос у меня вопрос. Может быть, надо всех оповестить, сообщить, что есть организация, и пусть они уже отправляют туда? Или так происходит? Но я этого не знаю. Ну, давайте я попробую. На самом деле, как бы, вы сейчас говорите совершенно правильные вещи. Если мы не занимаемся этим вопросом, идите, пожалуйста, ну, как бы дорожно, ну, предоставьте путь, да, куда можно обратиться. К сожалению, в рамках военного времени мы прекрасно понимаем, что как сейчас происходит коммуникация, да. В Украине существует национальное информационное бюро, которое было создано на требования Женевской конвенции, да, вот это информационное бюро, которое должно аккумулировать в себе, у себя информацию о задержанных, военнопленных и так далее. Дальше у нас есть Международный Красный Крест. То есть есть у нас промежуточное звено, это украинские филии Красного Креста. Потом у нас есть Международный Красный Крест. И есть подобный орган, который создан в Российской Федерации, да, это какой-то межведомственный штаб у них, который также теоретически должен, собственно говоря, на требования норм Женевских конвенций аккумулировать, предоставлять информацию. Если они не владеют информацией, то, собственно говоря, спрашивать у страны, да, противника, ну, собственно говоря, о каких-то конкретных гражданских или военных, там, состоянии здоровья, местных нахождения. То есть должна идти вот такая вот коммуникация. На сегодняшний момент Международный Красный Крест, ну, вот просто по практике скажу, они, что бы мы им ни писали напрямую, они не отвечают. Они отвечают только через Национальное информационное бюро. То есть лично я отправила больше 20 обращений в Женеву, ответов не было никому. Но зато с Национального информационного бюро приходили ответы. О том, подтверждает, да, за российская сторона наличие определенного гражданского лица, либо не подтверждает. Касательно вот этого вот ситуации по поводу обращений. Абсолютно с вами согласна, что человек, который не владеет информацией, ему достаточно сложно разобраться во всем этом хитросплетении мандатов и так далее. Особенно если человек не владеет, да, там, английским языком, чтобы посмотреть какие-то первоисточники, да, чем конкретно занимается Красный Крест. И если вы помните, было очень много дискуссий после первого обстрела колонии в Еленовке, где погибли военнослужащие, да, полка АЗОВ, полка специального призначения батальона. Вот. На что тогда Красный Крест сказал, что вы все не так поняли. Мы не отвечаем за их жизнь. Мы отвечали четко за то, чтобы они в безопасности вышли непосредственно из АЗОВ Стали. И тогда была очень большая дискуссия в рамках юридичной спельноты, да, украинской, по крайней мере, я не знаю, как насчет других стран. Насколько это правда? И было очень расширенное интервью представителя Красного Креста, где он четко рассказывал по границам своего мандата. К сожалению, данная проблема, она не возникла после полноценного вторжения. Она была всегда, потому что люди обращаются везде, ко всем со своими вопросами. И насколько эти вопросы все-таки находятся в рамках решения какой-то конкретной ситуации у конкретной организации либо у должностного лица, ну, почему-то мало кто данные вопросы следует. Абсолютно согласна с тем, что если, например, наша организация не занимается гуманитарными вопросами, мы говорим, у нас есть вот благотворительный фонд такой, благотворительный фонд такой, или вы можете позвонить на горячую линию туда и спросить. Вот вам нужны подушки, там, одеяло, теплые вещи, у нас их нет. У нас есть юридическая помощь. Вам она не нужна, мы вас перенаправляем туда. Это, в принципе, так оно и должно работать. Процедура перенаправления, она, ну, так оно и должно быть. Но, к сожалению, я так понимаю, что от перенасыщения информации, перенасыщения, я не могу сейчас оправдывать, либо говорить, что это правильно или неправильно, но оно так функционирует. И для того, чтобы все-таки наши обращения были максимально эффективными, все-таки нужно потратить время и понять, кому лучше обратиться, по какому вопросу. Например, Национальное информационное бюро не предоставляет статус военнопленного. Это не является их компетенцией. Поэтому люди, которые пишут в Национальное информационное бюро предоставить статус военнопленного моему папе, брату, естественно, они его не получат. Спасибо большое. Спасибо за время, которое вы выделили для моих вопросов. Спасибо вам большое за вопросы. Это что присоединяется. Последний такой момент, как благодарность, наверное, я постараюсь. Получается, дело в том, что Михаил правильно сказал по поводу юридического поля и решения в Ираке, но противоположная сторона, она оперирует понятиями не юридических правил и законов, а понятиями. Этот человек живет по понятиям. И последний обмен это доказал. Он пошел на разговор с людьми, которые понимают эти понятия, хотя они принадлежат другому миру. Это Ближний Восток. Мы говорим Эрдухана и Мухаммеда Ибн Сальмана Аль-Сауда. И вот здесь, здесь, то есть нужны, видимо, все-таки люди в его глазах авторитетные, да, для того, чтобы повлиять. И здесь я хочу поделиться одним опытом, вот просто, может быть, вы этого не знали. Дело в том, что я из Азербайджана, у нас 30-летний опыт общения с противником. И, знаете, мы привлекали в этой ситуации религиозные институты. Правда, здесь нам помогала Москва. Ну, Москва была мотивирована. То есть, когда нужно было менять определенные моменты, обменные и так далее, происходило очень интересно. Это мусульманская сторона, то есть Шельхул-Ислам Азербайджана, глава всех мусульман Азербайджана, через Кирилла, по-моему, он обращался к католикосу всех армян. И это работало очень эффективно. Но есть здесь одно но. Дело в том, что в армянском обществе католикос пользуется самым большим авторитетом. Более авторитетного человека нет. Премьер-министр, президент не обладает таким авторитетом. В российском обществе, скорее всего, не скорее всего, а вернее всего, такого нет. Но все-таки, может быть, это тоже канал, который можно использовать. А о нем как-то почему-то, мне кажется, в этом конфликте все забыли. Я просто вот, я надеюсь, что это будет полезно для вас. Может быть, вы захотите включить это. Огромное спасибо вам за ваше время и ваше терпение. Спасибо вам. Спасибо, Руслан. Мы помним об этом канале. Более того, так вот получилось. Мы это не подстраивали, но я сейчас с удовольствием предоставлю слово представителю одного из авторитетных религиозных институтов, которые имеют прямейшее отношение к решению проблемы. Пожалуйста, Андрей. Звук. Звук включите. У вас микрофон выключен. Я рад всех приветствовать. Андрей Ковалев, Житомир, представитель Всеукраинского союза Церквей Иванских Христиан-Баптистов. Военный капеллан. Знаете, по роду своей деятельности занимаюсь такой межцерковной деятельностью. Капеланское служение новое для нас сейчас в Украине. И мы имеем контакты со всеми религиозными организациями. И создан Совет при Министерстве обороны, где регулируется все взаимоотношения межцерковных отношений в армии украинской. Так вот, по небольшому своему опыту, я знаю о том, что наши капелланы и представители принимали участие в подготовке обменов предыдущих. У нас был такой Анатолий Кушничук, который входил, я не знаю, официально, неофициально, но через Московскую Церковь, через Православную Церковь Московского Патриархата принимали участие, я знаю, религиозные деятели в освобождении тех или иных заключенных. Вот, как справедливо заметил предыдущий спикер, который передо мной задавал, Руслан, кажется, он говорил о участии религиозных деятелей в освобождении именно заключенных. Поэтому я хотел бы спросить, насколько мы можем задействовать этот механизм, потому что не все религиозные деятели в России легли под правительство. Есть притомные, адекватные служителя, которые дают себе отчеты от своей ответственности перед Богом прежде всего, о том, что они могут так или иначе поспособствовать тем или иным процессам. Помощь узникам – это как раз одна из благодетелей, которой должны заниматься священнослужители и вообще христиане. Помните, Христос говорил, что «я был в тюрьме, вы меня посетили». Он не говорит буквально о себе, а потом он объясняет, что то, что вы сделали одному из малых сих, это и является тем оценочным листом, по которому Господь вас будет оценивать. Поэтому хотел бы, чтобы мы не сбрасывали со счетов это, а возможно использовали. В частности, у меня был маленький опыт, когда мы на территории ДНР использовали поместную церковь, которая осталась там от Всеукраинского союза церкви Иванских гостян баптистов, и нам помогли освободить двух волонтеров, которые попали в плен, просто по неосторожности выехали на вражеский блокпост. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение по поводу задействования вот в этой работе важной, скрупулезной именно религиозных деятелей разных конфессий. Спасибо. Спасибо, Андрей. В решении такой сложнейшей проблемы нужно использовать все возможности, и мы их используем. И, безусловно, в России есть церковные деятели разных конфессий, которые принимают участие в этой работе. Я мог бы назвать их сейчас по именам, по крайней мере, некоторых, но не буду просто, чтобы не привлекать к этим людям дополнительное негативное внимание. Вы некоторых из них хорошо знаете, да, это наши общие друзья. Я хочу сказать, что сложность состоит в том, что и представители конфессий тоже не допускают в места принудительного содержания. То есть этих украинцев, гражданских и военнопленных, иногда их очень трудно разделить, иногда мы не знаем представители какой категории находятся в конкретном СИЗО или в конкретной колонии. Вот к ним не пускают никого. К ним не пускают членов общественных наблюдательных комиссий, хотя обязаны пускать. В федеральном законе об их мандате четко написано, что они проверяют соблюдение прав человека не применительно конкретной группе, ну, допустим, заключенные или подследственные. Они инспектируют в целом места принудительного содержания, кто бы там ни находился. Их не могут не пустить по закону, тем не менее, фактически их не пускают. То же самое происходит со служителями церкви. Поэтому многие из них включаются в ту деятельность, которая для них возможна. Это помощь украинцам, которые оказались депортированными на территорию России, но которые не находятся в местах несвободы. Это вот те сотни тысяч украинцев, которые были вывезены без альтернативы из зоны боевых действий, вывезены в Россию. И там либо снимают жилье, либо живут в пунктах временного размещения. Ну, и многие из них пытаются выбраться домой. Это тоже очень сложно. У некоторых из них нет документов. Практически ни у кого нет средств. Для того, чтобы вернуться, им нужна помощь. И эту помощь оказывают в том числе представители церкви. Но сегодня мы говорим о людях, которые находятся в местах несвободы. И я еще раз подчеркиваю, нам нужно использовать все возможности. Кто хотел бы выступить? Мы очень ждем предложения идеи. Можно я там руку подняла? Говорили о том, почему задерживают. Я нашла, я документировала историю. Есть у нас такой Александр Пугач. Это мелитопольский активист, которого дважды задержали. И прямо на камеру его заставили снимать у каких-то постановленных сюжетов для российских жителей. Он снимал украинскую символику в городе Мелитополь. И это все красиво, скажем так, представлялось российскому обществу о том, что вот так вот человек делает. Вроде бы он был и активист, и очень с проукраинской позицией. И, собственно говоря, вот они перед 9 мая, они вот заставили на камеру его все это сделать. И очень много видео в сети, в интернете, как он это делал. Мы не знаем, каким образом его заставили, как ему угрожали, чтобы он это сделал. И, в общем, его задерживали дважды, чтобы он совершал такого рода акции. Поэтому вот, в принципе, как подтверждение к тому, о чем мы говорили, я так вернулась, что вот такая вот красивая картинка тоже иногда имеет место быть. Для таких целей также задерживает. Его потом отпустили. Но он красивую картинку, скажем так, сделал. Ну, так повезло не всем. Не всех отпускают, к сожалению. И я хочу вернуться к словам Руслана о том, что российская власть работает не по закону. Она действует на основании понятия. Да, все так. Но российский режим является имитационным. То есть он имитирует по-прежнему правовое государство. Но не отменен уголовный кодекс в России, не отменен уголовно-процессуальный. Более того, в начале вторжения в Украину высшие представители российской власти заявили о том, что они будут соблюдать Женевские конвенции, которые Российская Федерация артифицировала. Ну, точнее, она выступила преемником Советского Союза в этом случае. И это очень важно. Благодаря этому живы сотни людей. Благодаря этому на свободе тысячи людей. И это необходимо использовать. Вот сейчас одной из самых важных задач является добиться признания за гражданскими украинцами их особого статуса. То есть к ним должны относиться в соответствии с нормами 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а не 3-й об обращении с военнопленными. Если это произойдет, это откроет ворота на свободу для сотен, ну, может быть, для тысяч людей. Мы действительно не знаем точного количества этих людей в России и на оккупированных территориях. Итак, еще раз. У кого есть идеи, предложения? Кто хотел бы выступить? Так, поднятых рук я не вижу. Голосом тоже никто не обозначился. И в связи с этим мы переходим к заключительной части нашей работы. Сегодня у нас один спикер. Это Юлия. И у Юлии будет время на то, чтобы сформулировать те идеи и предложения, что мы можем сделать для освобождения и для защиты прав гражданских украинцев, которые находятся в местах несвободы. Пожалуйста, Юлия. Сложный вопрос, конечно, Михаил. Что мы можем сделать? Мне всегда кажется, что мы делаем все недостаточно. Недостаточно много, недостаточно пишем, недостаточно привлекаем внимание. По моему глубокому убеждению, и, собственно говоря, именно это я и рекомендую своим клиентам, я сейчас не говорю о военнослужащих задержанных, только о гражданских лицах, о том, что это должно быть всегда в информационном поле. Имея опыт работы с 2016 года, я давно работаю с этой темой, и я с такой категорией потерпевших. И я уверена, что когда человек исчезает из информационного поля, человек и забывает. Но это правда. Если мы не напоминаем... У меня была масса ситуаций, когда люди открывали уголовные производства и сами про них забывали, а потом вспоминали об открытых уголовных производствах через два года, а потом выяснялось, что оно уже закрыто давным-давно. И, собственно говоря, все. Поэтому одной из таких рекомендаций, которые я даю своим клиентам, это все-таки говорить, это все-таки писать. Опять-таки изучая мандат организации, кому можно обратиться за какой помощью. Если это, например, та же самая международная организация «Врачи без границ», чем они могут помочь в рамках данной ситуации? Если какие-то заболевания у задержанного, могут ли они зайти непосредственно в учреждения? То есть это как одна из таких основных рекомендаций. Больше людей в информационном... Больше историй в информационном поле. И желательно, конечно, чтобы это все было на европейских майданчиках. Потому что украинские средства массовой информации, на мое мнение, глубокое убеждение очень перенасыщены. И они уже не дают такого отклика, который, собственно говоря... На который мы могли бы ожидать. Если до 22 февраля это действительно людей очень... Откликалось у людей эти все истории, то сейчас такого нет. Потому что практически каждый... Я не побоюсь этого слова, даже не практически, а каждый гражданин Украины, потерпевший, даже если не заведено уголовное производство, в каждый пострадал. Неважно, опосредованно, либо прямо. Поэтому это одно из. Как заставить соблюдать? У меня ответа нет, к сожалению. Ответа нет. Почему не реагирует? Почему обманывает? Почему не предоставляет ответы? Почему не пускает адвокатов? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Как заставить? Однозначно стучаться, однозначно писать, использовать всевозможные... И то, о чем было предложение... Церковные представители религиозной спельноты. Да, там, возможно, каким-то образом это решать. Но, кроме как, если мы не будем никуда обращаться, то толку точно не будем. Поэтому писать, писать... О людях, о историях. Ну, конечно, в рамках... Так, чтобы не навредить личной информации персональной. Поэтому это, наверное, единственная рекомендация, которая у меня на сегодня есть. Потому что, использовав очень много инструментов, ну, очень много инструментов, возможных инструментов. Но ты не знаешь, какой инструмент сыграет на каком-то конкретном клиенте. Поэтому так. Спасибо. Спасибо, Юлия. Я хотел бы еще добавить. Во-первых, что мы делаем? Эта война заставила правозащитные организации Украины просто пересмотреть свои подходы к защите прав человека. Мы не сталкивались с проблемами такого уровня. И мы сейчас очень активно влияем на международные организации для того, чтобы они пересмотрели свои подходы. Это не просто обращение. Наши люди ногами заходят, ну, там, например, в Международный комитет Красного Креста в Женеве и ведут очень сложные, очень важные переговоры. Международный Красный Крест – это организация, которой в пять раз больше лет, чем независимому украинскому государству. Понятно, что они обросли неимоверными бюрократическими процедурами. Понятно, что им очень сложно что-то менять. Но мы будем этого добиваться. Если говорить о том, что можно еще сделать, то очень важно, чтобы в России, например, члены общественных наблюдательных комиссий зашли просто в каждое СИЗО, в каждую колонию с инспекциями на предмет нахождения там украинцев, военнопленных или гражданских, неважно. Мы не можем, я уже говорил иногда, различать этих людей, потому что сама российская власть не делает между ними никакого различия. У них одинаковый статус за противодействие специальной военной операции. Зайти с инспекциями и понять, там есть украинцы или там нет украинцев. А прилюднить этот факт, сделать его публичным. Я оставил свой адрес электронной почты в чате, напишите мне об этом. То есть для нас крайне важна эта информация. Если российские адвокаты, которые работают с украинцами, с гражданскими украинцами, с военнопленными, сталкиваются с проблемами допуска, тоже сообщайте об этом. Мы будем планировать уже коллективные действия. Это не только ваши проблемы, это действительно наша общая проблема. То есть на этом этапе принципиально важно собрать максимум информации, в том числе конкретной информации о фактах нарушения прав этих людей. Пытки, избиения, издевательства, содержание без теплой одежды в холодный сезон. Вот все, что говорит о нарушениях прав. Все, что говорит о невыполнении властями Российской Федерации тех обязательств, которые на них есть в силу российских же законов и в силу требований международного права. Вот это мы можем сделать. Хотелось бы, чтобы мы это сделали. Мы делаем это вместе. Для меня чрезвычайно важно еще и то, что мы делаем это не одни, не только украинцы в этом задействованы. Огромную работу делают наши российские коллеги, российские друзья. Мы все рискуем. Мы рискуем, потому что здесь война. Они рискуют свободой, они рискуют карьерой, но тем не менее они делают это. И мы очень благодарны за эту совместную работу. Спасибо, друзья. Как обычно, хочу сказать в завершении таких наших встреч, я невероятно рад, что все мои украинские друзья живы, а российские на свободе. Еще увидимся. 19 октября мы запланировали солидарити на тему, которая важна в том числе россиянам. Это тема международного преступного сотрудничества государств, которое преследует иммигрантов. Ну, то есть Интерпол, красные карточки, обвинения в терроризме и экстремизме, требования выдачи и любые другие формы политически мотивированного преследования. Уже есть анонс этого солидарити на 19 октября. Будем рады вас видеть. До свидания всем. До свидания. Спасибо большое. Продолжение следует...